Привет всем из лагеря Сейф ФОП на Майдане Незалежности в Киеве. ФОПы только что вернулись из похода на офис президента, где пытались привлечь к себе какое-то внимание наших властителей, с тем, чтобы хоть как-то обратили внимание, с тем, чтобы хоть как-то помогли, с тем, чтобы перестали уничтожать мелкий микробизнес в Украине. Те, кто не видел стрима, я советую его посмотреть, там я, кстати, объяснил очень хорошо, в чем проблема с установкой кассовых аппаратов для предпринимателей. Я еще раз повторюсь, что проблема именно даже не в Киеве наибольшая, где в Киеве, скажем так, население и клиенты в основном платежеспособны и в основном вполне себе в состоянии покупать сервисы за деньги, за нормальные деньги у частных предпринимателей. Проблема даже не в Киеве. Проблема, прежде всего, в мелких городах, где очень большая часть, скажем так, деятельности ФОПов, это либо обмен натуральный, то есть одного продукта на другой, потому что ни у того, ни у того субъекта нет особых денег, либо же работа на тетради. Если это мелкие магазинчики какие-то, то это работа на тетрадь, когда люди просто в долг дают другим людям, предприниматели дают долг другим людям, своим клиентам, а те рассчитываются через месяц, иногда через два, иногда и через три, просто потому что денег у них нет. Вот. И получается, что ты товар отпустил, а вот денег ты не получил, а налог ты с этого всего должен Гетманцеву уже заплатить, потому что Гетманцеву на очередной джип не хватает, понимаете? И там еще у кого-то мама любит скорость. Вот. Вот такие вот варианты. Я уж молчу про то, что вот как-то вы себе представляете, что, например, вот женщина продает огурцы на морозе, соленые, на базаре на каком-то, интернета нет. Она пытается связаться с этим интернетом где-то в селе. Ну, блин, ну как она будет тапать по тому экрану руки в рассоле? Ну, я просто себе этого даже не представляю физически. Я же даже молчу за то, что даже просто молчу за то, что интернета там нет физически такого хорошего, чтобы люди могли себе позволить этот кассовый аппарат содержать и как-то его обслужить. И вообще, ну, просто это маразм с этим кассовыми аппаратами. Это маразм. И самое главное, что во всех нормальных странах, которые работают, в которых налоговая система работает правильно, контролируют, никогда в жизни не контролируют доходы. Доходы это муть, это дурь полная, идиотизм контролировать доходы. Контролируют расходы, ребята. Расходы, еще раз расходы. Вот что контролируется в первую очередь. Потому что, вот возьмите наших депутатов, этих горе-депутатов, этих засранцев. Так вот у них, они же все беднее церковной мыши. Да, по доходам своим. Вы же посмотрите на них. Зато их жены все подряд, и все их любовницы подряд, или любовники, у кого как, как один удачливые бизнесмены, ворочающие миллионами. Понимаете? А расходы никто не контролирует. Вот и все, о чем идет речь. В нормальной стране контролируют расходы. И уж точно не трогают частных предпринимателей, которые являются становым фребтомом государства. Но в Украине это все не так. Но так еще для информации скажу. Сегодня у нас Херсонская область на вахте. Кто там будет завтра, я не знаю. Но пока что здесь Херсон у нас стоит. Только что сильно гудели под офисом президента. Ну, естественно, к ним никто не вышел. Все, как всегда, ничего не меняется. Все у нас в порядке. Вот так.